Почвопокровные розы уход и выращивание. Более 20 лет назад почвопокровные розы выделили в особую группу. Хотя дельные растения, вошедшие в нее, мало похожи на стелющиеся высота некоторых кустов не менее метра. Их характерные признаки – сильное разрастание куста во все стороны, густая блестящая листва, размера дельного листочка небольшой. Растения долго и обильно цветут. Эта категория роз достаточно морозостойка. У нее выявлена устойчивость к мучнистой росе и черной пятнистости. Внимание! Длина сиблей взрослой почвопокровной розы может составлять от 0,5 метра до 2 метров. Занимаемая площадь – до 3 квадратных метров. Простые полумахровые и махровые цветы розы собраны в кисти. Они окрашены в самые разные оттенки белого, розового и красного цвета. Однако они почти не имеют запаха. Но это не самая важная их особенность. Этот недостаток совершенно незаметен на фоне невероятного количества цветов. На побегах одного растения одновременно раскрыться может до 500 бутонов, а их общее число за весь сезон может составить несколько тысяч. Почвопокровные розы размножения и роз. Самый простой и распространенный способ для почвопокровных роз – размножение отводками. Даже из одного побега, длина которого может быть весьма внушительной, удастся вырастить несколько крепких саженцев. Ползучий стебель, который просто стелется по земле, нужно условно разделить на несколько частей таким образом, чтобы в каждой были. Две почки, от них начнут развиваться побеги. И одна корневая точка, под которой нужно сделать надрез коры. Стебель нужно аккуратно уложить в заранее подготовленную канавку, глубиной 10 см и пришпилить его в местах с надрезами, чтобы они всегда находились внизу. Участки стебля между надрезами немного приподнимают и придают форму небольшой дуги. Почки на верхушке стебля 2-3 шатэ всегда должны располагаться над землей. Далее канавку следует засыпать богатой гумусом или удобренной почвой. Поливать нужно часто, не давая грунта пересохнуть. Если будущие черенки к осени хорошо укоренятся, то их можно разделить и пересадить на специальную гряду для доращивания. На одном кусте можно размножать один или два стебля. На заметку, иногда саженцы хранят во влажном песке в подвале. Но весной все равно потребуется их высадить и еще один сезон доращивать. Размножить стелющиеся розы можно семенами, но это очень кропотливый труд, а результат придется ждать не менее двух лет. Только тогда можно будет понять, с какими характеристиками получился саженец. Поэтому разведение семенами в быту практически не практикуется. Гораздо проще укоренить отросток и получить полноценное растение с известными характеристиками. Стелющиеся розы, посадка и уход. Для того, чтобы цветение стелющихся роз было достаточно длительным и обильным, нужно правильно определить место для посадки. В южных районах растения не должны находиться под прямыми лучами полуденного солнца, нежные лепестки цветов могут быть обожжаны. Стелющиеся розы также нужно избегать непроветриваемых участков, находящихся в глухой тени, под густой листвой деревьев или возле стен. Это может вызвать заболевание корневой системы и прекращение ее развития. Даже самое лучшее ухаживание за угасающим растением не сможет вернуть ему силы для дальнейшего роста. Лучше всего для посадки подойдет и западная или юго-восточная сторона участка, который солнце будет освещать первую половину дня. А от полуденного зной растения будут защищать тени деревьев или высоких кустарников. Время высадки саженцев почвопокровных роз зависит от региона. Если местность характеризуется морозными и длительными зимами, сажать розы лучше в весенний период. Для южных районов с короткими теплыми зимами предпочтительнее окажется осеннее время. Важно! При посадке растения производится его обрезка. Весной оставляет у саженцев всего 2 или 3 почки. Осенью стебли лишь слегка укорачивают. Для стелющихся роз лучше всего подходят суглинистые почвы. Благодаря им корни растений довольно легко осуществляют добычу питательных веществ и кислорода для поддержания жизнеспособности и развития растения. Почвы богатые песком не подойдут, они быстро теряют влагу, сильно промерзают и в них мало питательных веществ. Одной из особенностей подготовки почвы для высадки стелющейся розы является необходимость обработки и удобрения всего участка, на котором она раскинет свои ветви почва должна быть перекопана на максимально возможную глубину, что позволит удалить все корни сорняков. Особенное внимание нужно уделить многолетним. Формирует яма глубина которых около 70 сантиметров, а диаметр до полуметра. Но если корни у саженца небольшой длины, то глубину лунки делают больше на 20 сантиметров. Грунт в яме поливается послойно, по мере заполнения так можно избежать образования пустот. Саженец высаживают почву, уплотняют, а саму розу окучивают. После того как отростки достигнут 5 сантиметров, растение желательно окучить, а поверхность мульчировать. Лучше взять древесную стружку или кору. Толщина слоя должна быть около 5 сантиметров. Это обязательное условие, соблюдение которого позволит достаточно легко бороться с сорняками первые два года. Плетистая роза позже побеги розы разрастутся и листья полностью закроют землю. Ухаживать за растением станет еще легче. На одном квадратном метре могут растения мешая друг другу в около трех саженцев. Сорная растительность попросту исчезнет. У почвопокровных роз хорошая зимостойкость. Они отлично переносят непогоду под слоем снега и даже листья не стремятся опадать самостоятельно. Иногда после схода снега их приходится собирать вручную. Но если климатическая зона характеризуется бесснежными зимами с холодными пронизывающими ветрами, то растение прикрывает и ловым лапником. Как видно, посадка почвопокровной розы и уход за ней в открытом грунте весьма простые. Стоит отметить особенность полива. В летний период объем воды для одного растения может доходить до 15 литров. Нужно учитывать не только возраст куста, но и площадь, которая занимает его стебли, а также степень облиственности. Летом почвопокровные розы поливают не менее одного раза в неделю. Если растение не получит необходимые нормы воды, это впоследствии обязательно скажется на размере цветков, они станут намного мельче. Да и продолжительность цветения резко сократится. Важно, поливать молодые растения следует чаще, чем взрослые. В этом случае они разовьют мощную корневую систему, что положительно повлияет на общие самочувствия розы. Подкормка. В течение всего вегетационного периода розы подкармливают три раза. Иая подкормка осуществляется весной, через две недели после того, как распустятся листья. Лучше всего использовать такие препараты, как цитовид или комплексные удобрения, составляющие которых выражаются в пропорции азот-1. Фосфор-2. Калий-1. Двая подкормка должна быть проведена через месяц после первой. Если растение уже цветет, его не удобряют. После завершения первой волны цветения ремонтантные сорта сразу же подкармливают, что стимулирует вторую волну образования бутонов. Увядшие цветки и оставшиеся на стеблях нужно срезать. Осенью для обеспечения возревания побегов и для уверенной зимовки растений нужно использовать калийное удобрение. Обрезка. Стелющиеся розы не стоит подвергать радикальной обрезке. Хотя на первом году стебли укорачивают для того, чтобы вызвать скущение. Формировать куст необходимо для постоянного ограничения в размере, который считается оптимальным для сорта. Для исключения возникновения плесени или грибковых заболеваний нужно следить за тем, чтобы куст проветривался, был в достаточной мере освещен солнечными лучами. Важно! Обрезает побеги под углом 45 градусов. Расстояние среза от ближайшей почки не должно быть меньше 0,5 сантиметра. Производят обрезку преимущественно тех веточек, которые направлены в середину куста и сильно его этим загущают. Если из одной почки вырастают несколько побегов, оставляют самый сильный, остальные удаляют. Через 5-6 лет после посадки почвопокровные розы следует омолаживать. Срезают все стебли на расстоянии 20-30 сантиметров от корня. Все срезы обязательно обрабатываются садовым варом куст, опрыскивают однопроцентным раствором медного купороса. Как бы ни были прекрасны почвопокровные розы, уход и выращивание большинства из них не является очень трудоемким процессом, поэтому данная разновидность цветов становится популярной в последнее время. Они пользуются повышенным спросом и очень эффектно выглядят в различных вазонах и на клумбах. Кроме того, нередко ими декорируют невзрачные участки. Стелющиеся розы универсальны, их можно выращивать и подвязывать, как вьющиеся. Посадка таких растений в центре даже самого лучшего травяного газона придаст ему гораздо больше оригинальности. Небольшие почвопокровные розы можно разводить в широких емкостях и выставлять летом на участок, а зимой заносить в дом, превращая его на зимний период в домашние растения.